Говорит Радио Свобода. Давайте мы поговорим на разнообразные сегодня с Евгением Григорьевичем экономические темы. Евгений Григорьевич, вас можно, наверное, поздравить. 18 лет переговоров, по-моему, начинались они как раз, когда вы стали министром экономики, и вот Россия вступила в ВТО. Да, это я принимаю такие поздравления. А нельзя было 18 лет назад это сделать? Ну, обычно на это, так сказать, минимум уходит года 3-4. Но можно было. Так, если задаться целью, желанием, то за 4-5 лет можно было легко вступить. А сейчас ситуация не хуже. Вот российская экономика, некоторые считают, стала менее конкурентоспособной. И теперь в Всемирной торговой организации новые есть члены, которые опередили Россию, там и Украина, и Китай. Ну, и теперь труднее просто будет конкурировать, наверное, на мировом рынке вот по этим общим правилам. Ну, все равно, конкурировать на мировом рынке трудно. Если вы посмотрите, чем мы сегодня торгуем и какие у нас возможности, то вы увидите, что это нефть, это газ, это металлы, это вещи, которые там в обороте Всемирной торговой организации не пользуются, используются в качестве инструментов давления. Это такие более вещи, которые в большей степени находятся в ряду первых потребностей, поэтому не котируются в качестве инструментов. Но в остальном я как раз полагаю, что мы сможем принимать участие в конкуренции, возможно, что мы получим несколько ударов, которые должны нас привести в чувство и дать поднять, что если сидеть на диване, то вы, так сказать, положение конкурентоспособного, по конкурентоспособной экономике не завоюете. А удары куда все-таки будут? В какие сектора? Где проблема будет? Куда, по соответствующим секторам, я не знаю. Вот Григорий Явлинский сказал, наибольшие риски будут прежде всего в сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении в целом и в сельском хозяйстве. Конкуренция образуется за счет икры, импорта будут уменьшать объем производства внутри страны. Ну, что касается сельского хозяйства, я, пожалуй, не соглашусь. Почему? Потому что это одна из немногих отраслей, которая имеет возможности активно участвовать в диверсификации российской экономики. Если бы мы повернулись лицом к сельскому хозяйству и к реализации в сельском хозяйстве некоторых технологий, которые, ну, соответствуют современным высшим образцам, то мы могли бы во многом продвинуться. И при этом продвинуться, имея то хозяйство, которое мы имеем. И тот случай, когда мы могли бы заимствовать технологии, в то же время могли бы пристроиться, ну, овладеть этими технологиями, у нас есть заделы, с которыми мы можем. Вы имеете в виду генной инженерии и так далее? В частности, да. В частности, да. Я лично сторонник того, чтобы мы стали так же, как была когда-то царская Россия крупным экспортером. Голодный экспорт был. Знаете, есть такой термин у историков. Голодный экспорт. Сами голодали, ну, конечно, не как при Сталине, но, тем не менее, голодуха была в 90-е годы, например, 19 века. Но экспортировали много. Это не лучший вариант развития. Я прошу прощения, значит, я просто добавлю немножко к этому. Дело в том, что после крестьянской реформы в сельском хозяйстве сложилось такое положение. Были крестьяне вне производящих губернии, которые просто, ну, низкая культура, пережитки, крепостничество и так далее. Они вели хозяйство только для того, чтобы самим кормиться. Ну, и рассчитываться по обязательствам перед своими бывшими господами, барами и прочее. Ну, была, так сказать, значительная часть сельского хозяйства, это помещики, я прошу прощения, но они имели довольно большое количество земли. Ну, нормальное товарное производство, да? Да, там было товарное производство, которое экспортировало, и тогда никого не должно было спрашивать. Хорошо, а с машиностроением и сельскохозяйственным машиностроением, это прогноз? Коммунисты тоже переживают, не только Явлинский. А вы не переживаете? Нет, я тоже переживаю, потому что у меня такой, я бы сказал, и экономический, и спортивный интерес. Просто где мы можем? Вот я, например, болею за авиационную промышленность. Я считаю, что мы могли бы, и вот если напряглись бы там, сделали бы так, чтобы там не только один был Погосян, но еще несколько таких... Я думаю, что та схема, которая в авиационной промышленности создана с созданием монополии, она до добра не доведет. Знаете, даже в Сталинском Советском Союзе была конкуренция нескольких КБ. Вот я тоже считаю, что такое обязательно должно быть положение, и это одна из немногих отраслей, где у России с советских времен имеется достаточно хорошее реноме, и можно было бы пробиться. Несмотря на то, что все специалисты там говорят, что нет, мы уже ничего не можем и так далее. У меня инуэрс такое злобное ощущение, что им просто лень, они не хотят вкалывать. А это как раз вопрос... А если они не хотят, так и не будут? Надо менять. Что менять? Людей менять или систему? Ну, систему, само собой, но и людей тоже. Система должна отказаться от услуг людей, которые все время ноют, и находить людей, или ходят и клянчат, дай, дай, дай. А надо находить людей, которые что-то предлагают, у которых есть идеи. Тогда можно рассчитывать. Знаете, у нынешней власти что не идея, то что-нибудь запретить. Обратили внимание, что мы за последний месяц другое не увидим в Государственной Думе сплошное запретительство. То гайку закрутить, то там какой-нибудь черный список создать, то кому-нибудь клеймо на лоб поставить. То есть, понимаете, выглядит все это ужасно, но я не знаю, как это называется, инвестиционная привлекательность, да? Гибнет, наверное. Ну, я не знаю, я просто поражаюсь, потому что если вы действительно рассчитываете на то, что экономику будет поднимать бизнес, а больше некому. Как же, а госкорпорации? Ничего, госкорпорации ноль. Чиновники никогда не поднимали экономику. Исключение это была вот сталинская система вместе с репрессиями, со всем этапом. Но у них выбор был, быть расстрелянными или поднимать. Да, да, да. Нет, плюс к этому еще было, у какого количества людей была вера в коммунистическое будущее человечества, или в победу революции и так далее. Я не знаю, но, короче говоря... Тогда вы не знаете, вы тогда жили. Ну, я тогда еще, извините меня, жил. Это мой отец тогда жил. И те успехи, которые мы получили где-то вот в 50-х, там, в начале 60-х годов, они создавались не моим поколением. Мое поколение уже готовило реформы. Знаете, Евгений Григорьевич, все-таки вот с этим вот закрытием, да, закрытием того, закрытием сего, мне кажется, что, ну, и многим кажется, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, он вступил на такой интересный путь, который называется, словом, реакция, да. Вот была такая маленькая оттепель Дмитрия Анатольевича Медведева, которая теперь служит, кажется, премьер-министром или что-то вроде этого, а теперь вот отнимают небольшие такие достижения этого периода. А что будет дальше? Еще отнимут что-нибудь? Еще запретят? Вот. Или там православие ведут куда-нибудь в обязательную программу в школы и вузы? Что придумают-то? Ну, вы знаете, если вы собираете людей, которые попадают в депутаты, занимают посты председателей комитетов, и потом они говорят о том, что вот мы окружены агентами и так далее, и их все больше и больше, то мало ли что может быть, и в том числе и худшие варианты. Но у меня есть такое как бы представление, что в конце концов делается все, что вот вы сказали. Я тоже выступал на Эхо Москвы с моего выступления, так и называлось, реакция наступает. А кто отступает? Отступает оппозиция. Оппозиция ушла в отпуск, скрылась частично, частично ее сажают. Кого-то там, кто-то убежал в Эстонию, я не знаю, там Навальный, кажется. Нет, Навальный никуда не убежал, девочка там убежала какая-то. Вот, милая девочка, да, Рыбаченко ее фамилия. Ее кажется, да, за то, что она избила там ОМОНовцев хотят посадить. Да-да-да. Ну вот, значит, это все, что началось примерно после 12, после 6 мая, когда еще сдерживались до 12 июня, тогда 50 тысяч демонстрантов или митингующих вышли на улицы, их никто не побил и не арестовали. Вот, ну, после этого все, что делалось со всеми этими законами, с обысками и так далее, это было наступление, ну, которое, по-моему, все-таки преследует ограниченные цели. А именно эта, как бы, цель заключается в том, чтобы восстановить позиции президента, такие, которые были, скажем, до 2008 года. И чтобы никто особенно не рыпался, и чтобы он обладал достаточной свободой рук, а оппозиция в ограниченных размерах будет иметь какие-то возможности выступлений. Вот тут общественное телевидение там какое-то, да, с господином Лысенко во главе и так далее. Да, ну, что-то в таком духе, потом «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Новая газета», ну, что-то такое вот, как было, я думаю, ничего не изменится. Вот, я сомневаюсь, я думаю, что когда вступаешь на эту дорожку, то получаешь удовольствие от того, чтобы дальше продолжать закрывать, вот смотрите, или там клеймить кого-то, только позавчера еще был закон там клеймить НКО, да, которое на зарубежные деньги, как иностранных агентов, а теперь в качестве лакеев буржуазии собираются, или там Запада, собираются клеймить уже средства массовой информации. Вот господин Федоров там внес соответствующий законопроект, уж не знаю, его ли это инициатива, или кто-то ему подсказал, как всегда это бывает из администрации. Вот мое представление такое, что, значит, Путину свойственно, действительно, так сказать, желание, так сказать, умение прибегать к такого рода средствам, которые, или инструментам, которые были давно на вооружении российских или советских спецслужб. А потом у него, кстати, в какой-то момент хватает чувства такого, что пора остановиться, он куда-то поворачивает. То есть перед тем, как куда-нибудь поехать за границу, он вдруг думает, что выглядеть он будет как-то плоховато. Может быть. Вот там пригрозить всем, там заняться обрезанием, довольно неудачно это звучит, поэтому можно и притормозить таких ребят, которые вот у него очень любят, так сказать, двигаться по этой стезе. Ну, я приведу другой пример. Я напомню про то, как, значит, была кампания против приватизации, за пересмотр итогов приватизации, и, так сказать, там уже настолько нарастали настроения, что некоторые руководители ведомств, правительственных чиновников уже, так сказать, готовили свои инициативные выступления. Но прокуратура там оживилась половина, да? Когда они, значит, обратились к Владимиру Владимировичу, потому что, как бы, всё равно без спроса уже нельзя. Даже такие хорошие инициативы. Он сказал, нет, хватит. Ну... Но ему хватило Ходорковского. Правильно. Нет, это ему хватило, но нужно было, чтобы это было не против лично Ходорковского, чтобы был какой-то разговор принципиальный. Принципиальный разговор был. Он вызывал настроение накинуться ещё на десяток бизнесменов, раскурочить их и, значит, показать, что мы восстановили советскую власть. Но всё-таки Владимир Владимирович остановился. Конечно, он остановился. После чего странным образом к его друзьям начали переходить разнообразные государственные и окологосударственные активы. Там какой-нибудь газфонд, ещё что-нибудь. Другой его друг Тимченко начинал экспортировать всё больше и больше нефти. Наверное, им разговоры про антиприватизацию не нравились. А вот такая приватизация для своих ребят, она прошла неплохо. Вот вы, как экономист, как это оцените? Это же прогрессивная экономическая политика? Раздать государственные активы близким друзьям из кооператива «Озера», из какого-нибудь коллегам по работе? Это вопросы, которые непосредственно к экономической теории или политике не относятся. А оценка эффективности этой меры? Ну, и оценка я не берусь судить, потому что вот инструментов для того, чтобы в терминах экономической теории обсуждать эту проблему, есть достаточно два слова передел собственности, и на этом всё заканчивается. А с точки зрения теории всё равно, в чьих руках собственность... Если этот собственник неэффективный... Ну, да, тогда он должен разоряться. А Дерипаска разорился после кризиса, или он получил 6 миллиардов долларов, по-моему, от государственных денег? Ну, можно обсудать этот вопрос. Так, обсудим. Разорился, хорошо это или плохо. Но то, что это правительство действовало так же, как действовали лидеры других стран... Не так же. Не так же. Почему не так же? Русал, если бы перешёл в руки какого-нибудь западного банка, который одалжил господину Дерипаске деньги, я подозреваю, работал бы не менее эффективно, чем при этом товарищи. Хорошо. Что случилось с Дженерал Моторс? Он получил кредит, выправил положение, остался американской компанией, никому не продавался. Сохранил рабочие места. Что оказалось, да, что случилось с Мэрил Линч, тоже ничего не случилось, она перешла в распоряжение Бэнк оф Америка или ещё что-то, я не помню. И они продолжают свою работу, опять я вижу эти, так сказать, лейблы на страницах газет. Согласен, но Дженерал Моторс платит налоги, насколько я помню, там, где производят машины, в основном, ну, например, в Америке, да. А компания господина Дерипаски старается работать по схемам Толлинга и не платить налоги в России. Вы это прекрасно знаете. Почему государство должно было ему помогать? Ну, это я не могу сказать. Значит, я бы... Вы бы не помогали. Нет, я бы, прежде всего, стал, серьёзно бы подумал, насколько нужно спасать российские предприятия, которые вели неправильную политику. Значит, вот первым делом я бы сказал, что в Пикалёво ездить не надо, что на самом деле, если там кто-то разоряется, то пускай разоряется. У нас есть куча предприятий, которые ничего не сделали для модернизации. Они являются, ну, как бы сейчас основной экономической базой для нынешнего руководства. А рабочих не жалко без работы? Моногород. Значит, если вы держите людей вот в моногороде и подкидываете им деньги для того, чтобы рабочие сохраняли рабочие места, то тогда у этих рабочих никаких позывов к тому, чтобы повысить квалификацию, перейти на какие-то другие рабочие места не произойдут. Но у меня перед глазами опыт реформы в угольной промышленности, которую когда-то я с коллегами начинал. И тогда тоже, вам не жалко рабочих, надо инвестиции делать в убыточные предприятия и так далее. А на самом деле, что получилось, они в большинстве себя нашли, поменяли профессию. А кто-то нашел, остался в угольной промышленности, но во всяком случае там теперь не работает 1 миллион 200 тысяч человек, и нету там 400, и они 300 тысяч всего работают в угольной промышленности, и другие нашли работу. Никто там особенно безработным не является. Ну, то есть эффективные предприятия остались. Ну да, в том-то дело, и они стали частными. Ну, частными они стали сомнительно. Там, как говорят оценочные осуждения, например, в Кузбассе большинство фирм реально контролируют губернатор Роман Тулеев. То есть без крыши... Это только там? Я говорю о Кузбассе конкретно. Нет, ну там как бы это определённое время. Вы мне только что перечисляли компании, которые находятся не под контролем Тулеева, я подозреваю, под присмотром. Там есть, наверное, другие партнёры, правда? Вот совершенно верно, да. Поэтому, если у вас сейчас устроена так вся эта система управления экономикой, что есть свои бизнесмены, для них, как говорится, все, так сказать, законы как бы... Не особые законы, а законы нормальные для других бизнесменов, которые не успели заплатить. Ну да, вот в сельском хозяйстве, которое вы хвалили, пожалуйста, вот можно посмотреть Кубань, где выдающиеся эффективные, как нам показали события в крымске, губернатор Ткачёв, да, его семьяк и один из крупнейших земельных собственников. Фактически идёт такое восстановление помещичьих хозяйств. Я бы сказал, латифундий, понимаете? Да, вот это всегда у меня... Эффективная экономика, современная. Во мне всё время, когда я слышу эти разговоры или читаю соответствующие материалы, во мне всё время чувствует... Думаю, борются два чувства. Чувство справедливости, и тут я вот так вот весь завожусь. А с другой стороны, это понимание, что всё равно каким-то образом должны производиться изменения структурной радиоэффективности. Ну да, экономисты в значительной степени циники. Потому что они считают, что если какие-то изменения структурные происходят, после этого повышается эффективность, люди имеют возможность не только вот Иванов, Петров, Сидоров, а в более широком плане получать заработки, повышать квалификацию и так далее. Они высказываются за такие жертвы. Вот я считаю, что мы модернизацию практически почти не начинали. Нам надо проводить колоссальную работу, где будет закрываться большое количество предприятий. Я могу отказаться от этой мысли, если вы меня будете очень сильно заставлять. Но я это делаю неискренне. Продолжим наш разговор опять с поздравлениями, Евгений Григорьевич. Ну, можно вас поздравить. Вас президент России, которого вы критикуете иногда мягко, пригласил в экономический совет. И что вы там будете делать ещё вместе с двумя с половиной, по-моему, или тремя десятками выдающихся экономистов Отечества? Во-первых, я должен сказать, что я удивился. Ты мне, во-первых, поздравил совсем по другому поводу. Ну, там, вступлением в ВТО и так далее. Я был уверен, что после того, как ты сказал, что я, значит, научный руководитель высшей школы экономики, и добавил, что член экономического совета президент, я прямо напрягся и думал, что вот теперь ты мне сразу же поздравишь. А я как бы не числю вот эту вот должность, или как там сказать. Эту позицию, как такую важную. Я считаю, что то обстоятельство, что я ещё президент фонда либеральной миссии, что я директор экспертного института, что это более важные вещи, которые требуют от меня больше времени. Что вы там будете делать? Вот один человек тут написал по поводу вашего вступления в этот совет. Написал, есть два подхода. Лучше делать маленькое добро при большом зле, потихоньку меняя его к лучшему. И второй подход. Лучше не ходить на совет нечестивых, ибо этим ты помогаешь их злым делам. Алексей написал. Ну, я придерживаюсь такого принципа, что, так сказать, если некоторые говорят, что чем хуже, тем лучше, и что если тебе не нравится режим, ты должен способствовать ради этого ухудшению положения страны, то я, в общем, такой политики никогда не придерживался. Я считал, что есть моя страна, и все, что я знаю, я что умею, я должен ей помогать. Ну, раньше говорили надо вступить в коммунистическую партию, а теперь говорят, надо вступить в партию Единой России. Ну, вот я могу вам сказать определенно, что я в партию Единой России не вступлю, потому что я полагаю, что она работает не так на нужды России, как на интересы правящей элиты. И, так сказать, я вот так вот в частных интересах работать не собираюсь. Но если я могу чем-то помочь президенту или правительству и так далее, то я это буду делать, и я это делаю до сих пор, по крайней мере, всегда делал публично. Я не писал ни одной бумаги в правительство, я всегда публиковал. А программа 2020? Вы там, кажется, участвовали в все 800 страниц? Ну, я не все 800 страниц, но я еще, между прочим, написал перед этим свою собственную позицию. Она была в качестве доклада представлена на апрельской конференции. И я там даже добавил кусок про события, которые произошли в России после 4 декабря. У меня есть свой взгляд на эти вещи, я эти взгляды излагаю. Ну вот смотрите, сейчас только что сегодня появилась информация о том, что Министерство финансов обнародовало основные направления бюджетной политики на 2013-2015 годы. И, судя по этому документу, будут сокращаться социальные статьи бюджета. То есть экономия, госсредства, которые заявил Путин в бюджетном послании, будет происходить в основном за счет здравоохранения, образования, спорта, культуры и ЖКХ. Зато расходы на оборону, на безопасность и правоохранительную деятельность будут расти. Ну, есть уже конкретные цифры и так далее. Вот вы придете на экономический совет, и вас, возможно, спросят об этом. И что вы скажете? Я скажу, что это неправильная политика. Почему неправильная? А потому что я считаю, что в настоящее время институциональные изменения, прежде всего, как раз в таких секторах, как образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, являются исключительно важными для будущего страны. Гораздо более важным, чем оборонные расходы вот сегодня. Это вопрос, конечно, можно по-разному оценивать, в каком соотношении, какое соотношение оптимальное, но то, что сегодня, я ни разу не высказывался за что-то подобное, и часто высказывался как раз против. Вот в 2012-2013 году на оборону планируется выделить 2,3 триллиона рублей на 25% больше, чем в 2012 году. Ну, не согласен. Я так бы делать не стал. А что бы вы стали делать? Я бы как раз наоборот. Прежде всего, я бы вкладывал бы средства в институциональные изменения, которые жизненно необходимы для России. А вот Силуанов говорит, что надо просто все эти расходы, социальные образования, культуры, здравоохранения и ЖКХ, переложить на региональные бюджеты, и все будет замечательно. Ничего замечательно не будет. Я к Силуанову отношусь с большой симпатией, но он в данном случае просто-напросто выполняет решения, которые были приняты президентом, правительством, и он не волен, так сказать, решать эти вопросы. А вот Куйкуйрин возражал в свое время. Да возражался. Куйкуйрин был более сильной личностью и мог себе это позволить. Ну, теперь он это позволяет тоже делать в таком положении, в котором он находится, где он как бы с Путиным не ссорится, но все-таки он в оппозиции. Слушайте, ну это какая-то шизофрения. С одной стороны, смотрите, там увеличение всяких оборонных, правоохранительных особенно расходов. Ну, понятно, если демонстрации, значит, надо все больше платить там ОМОНовцам, милиционерам и так далее, или полисменам, да? Армии дают, потому что она чувствует себя обиженной. Да боятся просто, мало ли что они сделают. Полиция ее все время финансирует, а армии не дают. Ну, надо уже что-то дать военным, чтобы они тоже почувствовали себя, ну, как бы, причастными к пирогу. А то ведь, а пенсионерам тогда, вот Дмитрий Медведев пообещал к 2015 году повысить пенсии в полтора раза. Вот это я и называю... Без реформ. Без, конечно. Ну, вот это вот... А откуда реформы-то? Нет, может быть, пенсионный возраст повысить? Реформы тоже чего-то стоят, понимаешь? Поэтому я бы сказал так, что, с моей точки зрения, пенсионная реформа исключительно важна. И я бы сделал так, что я взял бы, предположим, 10 миллиардов долларов, которые у нас где-то там должны быть в загашнике, и вложил бы их в эндаумент пенсионного фонда. И, так сказать, на мой взгляд, это как раз создало бы новый институт, который можно было бы эксплуатировать в течение, по крайней мере, 100 лет. Потому что тогда у нас же есть проблема двойного платежа, что люди, которые сегодня работают, они должны платить взнос для того, чтобы, так сказать, получали пенсию те, кто сегодня уже на пенсии, и что-то еще должны платить для того, чтобы получать пенсию самим. А количество работающих уменьшается, количество пенсионеров относительно растет, и это не решение. И вот я все смотрю, как это все происходит, и я вижу, что пока решения нет. А вот правительство собирается наращивать просто объем резервного фонда. И все. Мало ли что случится. Кудринская практика. Нужно ни в какой пенсионный фонд вкладывать. Кстати говоря, это не такое глупое решение. Ну, на фоне тех, которые делаются, конечно, это выглядит еще относительно ничего. Это, я считаю, разумное решение. Но в таком плане, что если вы просто откладываете для того, чтобы тушить какие-то пожары, которые будут возникать, это недостаточно. Но если вы должны понимать осознанно, что вам потребуются средства, то, что я называю институциональными инвестициями, для того, чтобы создать соответствующие институты, например, создать по-настоящему страховую медицину, создать систему пенсионирования, создать систему, которая будет обеспечивать нормальное функционирование всей сферы жилищного рынка. Это все просто так бесплатно не произойдет. Потому что, если у вас сегодня актуальная задача создать, так сказать, рынок жилья эконом-класса, то это другие цены. Понимаете, это цены на жилье, которые должны быть примерно в 2-3 раза дешевле. Слушайте, актуальная задача – это создать систему обороны от оппозиции и гражданского общества для правящей олигархии. Это вы прекрасно понимаете. Я понимаю, но я как бы не за то, чтобы эта задача была единой. Ну, просто происходит, знаете что, вот если уж вернуться и к ВТО, да и вообще к отношениям, так сказать, с мировой экономической системой, у нас Россия, страна с деградирующими институтами, решила пойти вот в открытый мир чуть дальше, да. Ну, я просто могу напомнить, что в 19 веке был опыт двух стран, которые тоже там пытались заняться модернизацией – Китая и Япония, да. Ну, Китай вообще ничего не успел сделать и погряз в полувековой гражданской войне, потом закрылся еще на 30 лет и деградировал, пока не пришел в себя, да. Япония, ну, она попыталась модернизироваться, но больше имитировала вот эти западные институты, и в результате тоже провалилась в войну, так сказать, в агрессию, ну, и пока ее не оккупировали, в общем, не пришла в себя. Понимаете, то, что делает сейчас российская власть, очень опасно, на мой взгляд, например. Я не знаю, как вы это видите. Ну, я бы сказал так, это есть очень серьезные опасности, но я бы обратил внимание на одно важное обстоятельство. Я не знаю, может быть, так сказать, у вас другая точка зрения, но все-таки, начиная с реформ Гайдара, мы получили рыночную экономику. И эта рыночная экономика работает. Вы сейчас скажете, что там только малый и средний бизнес. Да, крупный бизнес, а государство. Крупный бизнес весь поделили, друзья Путина, что тоже не соответствуют действительности. Не все друзья Путина, есть друзья Медведева. Хорошо. Значит, тем не менее, вот мои наблюдения говорят о том, что рыночная экономика работает, и очень часто ее сигналы оказывают весьма положительное влияние на наше развитие. То есть, не во все дырки лезут чиновники, и все-таки там какие-то возможности есть. Ну, я помню, вы говорили про металлургию, что туда меньше вмешивалось государство, и там дела лучше, чем в сырьевых отраслях, да? Да. Ну, вот теперь премьер-министр, извиняюсь, президент уже Владимир Путин, а не премьер Медведев, занялся металлургией, провел специальное большое совещание. Там у него что-то просили, он что-то обещал. Ну, теперь точно будет там беспорядок, наверное, если исходить из вашей теории. Ну, я подозреваю, что ничего не будет. Почему? Слабые логисты? Ну, потому что провести совещание, дать деньги, и там выдвинуть кого-то одного вместо кого-то другого, это ничего не меняет. Там, на самом деле, с рыночной точки зрения, ну, все нормально. Там производилась все эти годы модернизация на большинстве, так сказать, важных предприятий. Наш экспорт пользуется спросом. Вот сейчас посмотрим, как они будут конкурировать с китайцами. Нормальные рыночные цели. Вот как с китайцами будут конкурировать, у которых металл дешевле, а качество повышается? Это проблема. Но это проблема не только в металлургии. Я тут общался с бразильцами, они мне сказали, наша промышленность накануне разорения. Мы планируем теперь сделать национальной специализацией сельское хозяйство, потому что воевать с китайцами невозможно. Вот конкурировать с китайцами. Но есть проблема у Китая, я прошу прощения, у них серьезно повысилась заработная плата, у тех рабочих, которые уже 15 лет приходят в города. И они все время требуют повышения заработной платы, то, что у них более высок... А им нужна политическая стабильность, это правда. Ну, там свои тяжелые проблемы. Но дело в том, что если происходит повышение заработной платы рабочих, которые притекают из села, это означает, что ключевое конкурентное преимущество Китая потихонечку тает. У России тоже будет проблема в связи с повышением зарплаты гастарбайтерам. Они тоже сейчас требуют повышения зарплаты, уже начинают понимать свои права. Так что, знаете, и у России конкурентных преимуществ будет в связи, например, с миграцией все меньше. Для нас самая серьезная проблема, потому что мы не конкурентоспособны сейчас по отношению к развивающимся странам, потому что у них дешевая рабочая сила, и наши гастарбайтеры нас не спасут. И мы одновременно не конкурентоспособны по отношению к развитым странам, с сильной инновационной экономикой, потому что мы не в состоянии выступать на этом поле. Ну ничего, украсть и поделить, очень конкурентоспособны, распилить. Нет, но бесконечности не получается, потому что если вы живете в этом режиме, то тогда ваши позиции в мире будут все время ухудшаться. И по отношению к развивающимся странам, и по отношению к развитым, тем более, вы будете выпадать в осадок. Евгений Григорьевич, элиту это совершенно не интересует. Элита существует как оккупационный режим или дистанционно управляет страной, находясь на том самом Западе, который, вы, собственно, говорите, что он модернизационно вполне, так сказать, соответствует уровню развитых стран. Ну а беспокоиться за Гондураса или за Бразилию, наверное, россиянам не стоит. Они как-нибудь свои проблемы решат, а россиянам бы со своими разобраться. Я вот помню, вы выступали, кстати, как и Кудрин, против создания корпорации «Дальний Восток», да? Да. Была такая идея. Ну, корпорации уже нет, создали министерство, и вот теперь, например, чем занимаются люди? Лоббируют проект строительства моста на Сахалин. Вот вы в Владивостоке настроили мостов, строили, кстати, французы со словенцами и рабочие силы из Средней Азии. Теперь начнут на государственные деньги мост на Сахалин строить. Правда, самое время этим заняться? Думаю, что нет. Думаю, что только, я хочу к тому, что вы сказали, я хочу, как член экономического совета, подлизаться к президенту и сказать, что я не придерживаюсь той точки зрения, что все люди, которые занимают высокие посты или получают много денег, они думают только о том, как бы, так сказать, еще обогатиться, еще нажраться и так далее, и никто из них не думает о том, что будет со страной. Ну, у меня такое впечатление, что некоторые думают, некоторые хотят сыграть свою роль, полагая, что, скажем, что-то сделать для своей родины, прославиться и заслужить, как бы, благодарность своих сограждан. Это важнее, чем прибавить еще миллиард к своему состоянию. Может быть, я не прав, но я по натуре... Боюсь, что вы не очень правы. Я по натуре своей оптимист, и я предпочитаю сначала лучше думать о людях, и только тогда, когда они докажут, что они совсем уже сволчат, ну, тогда я отступлю своих от этих убеждений. Не знаю, я пока не вижу оснований отказываться от своих взглядов. Да, вот здесь нам пишут, что пишут Джи Хун, без политических свобод никакой ВТО не будет спасением для Путина, а он очень сильно рассчитывает привести легитимность, в первую очередь, в глаза граждан России. Я прошу прощения, с этим я соглашусь. Я считаю, что принципиально важное направление для того, чтобы прошла модернизация и Россия становилась более цивилизованным, более современным государством, это как раз демократия. И это самая серьезная проблема, которую придется решать. Я не знаю, как пока. Выборы надо провести нормальные, для начала разок. Выборы уже проводили, вы же видели. Да, все видели, людей на улицах видели, все видели. А теперь их там обвиняют. Да, давайте мы пару звонков примем. У нас из Иркутска есть звонок, пожалуйста. Да, ну тогда Рязанскую область, пожалуйста, Дмитрий. Дмитрий. Потерялся Дмитрий. Что-то у нас сегодня со звонками не очень нам везет. Так, посмотрим. Предгрузовая обстановка. Да, 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 да. Нет, вы, видимо, людей убедили уже совсем. Они теряются и теряют свои вопросы. Ну, хорошо, а если говорить, вот тут я нашел замечательное выступление Геннадия Андреевича Зюганова. Он тут к президенту идет и хочет ему сообщить, что реальные доходы за последние месяцы населения сократились на 2%. И идет стремительный отток капитала из России 43 миллиарда долларов. А еще Россия заняла за полгода 40 миллиардов долларов. Вот, что вы думаете, что вы думаете об этих цифрах? Он с правильными цифрами лидер коммунистов в Кремль пойдет? Ну, так сказать, для того, чтобы пойти в Кремль, всегда можно найти какие-то цифры, которые подтверждают свою точку зрения. Но, по моим данным, последний месяц мы имели некоторый приток инвестиций за рубежа. Поэтому Зюганов, по крайней мере, опоздал. Надо было идти на месяц раньше. А потом, почему вот именно сейчас? У нас этот отток идет в течение всех лет, включая и годы перестройки. И годы перестройки нет, потому что еще нельзя было. А трансформационного кризиса, лихие 90-е, было ток капитала. Потому что недоверие – это самая страшная проблема. Что вот нефть мы должны поменять на борьбу за повышение уровня доверия. Ну да, построят сколково офисы там, земля подорожает. Вот замечательный проект. Это совсем не то. Доверие – это нечто другое. Оно строится иначе. Да, а сколково – это афера? Я не думаю, что это афера. Я думаю, что это какой-то первый шаг. Но нужно понимать, что такого рода шагов недостаточно. Что это должны быть какие-то меры, которые будут создавать активность среди людей, так, чтобы они это делали сами. И такие возможности тоже есть. Просто мы очень боимся. Потому что куда повернут люди, значит, не получится ли наоборот усиление каких-то антиправительственных наступлений, активизация политической позиционной активности и так далее. А это, да, действительно, если вы даете людям свободу, они могут и так, могут и эдак. Но я вижу большое количество людей, которые с охотой занимаются этими вещами, только говорят, зачем дали только сколково. Лучше бы давали бы Троицкую или Академгородку в Новосибирске. Или Томску. Томску и так далее. Уже настроили всего этого. Еще один центр создавать, как говорится, в пределах Москвы уже неправильно. Ну, почему же неправильно? Если у одного вице-премьера там земля подорожает, это совсем правильно. Ну, это же я не говорю, что это я считаю, что неправильно. Я вам сказал, что сколково, если это какой-то еще один пример, на котором хотят показать добрую волю, двигаться в направлении инновационной экономики, ну, давайте. Тем более, что, так сказать, решение, в конце концов, принимал не я, не несу за него ответственность. Я бы подумал, может быть, вкладывать в другие места. Ну, давайте. Вот все-таки Андрей пробился из Иркутска. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, Михаил и Евгений Григорьевич тоже. Добрый вечер. Ну, вот я хочу сказать, ну, какое нам ВТО, если у нас на фоне убийства демократии творятся такие вещи, как слабнут, ну, точнее, не то, что слабнут, в общем-то, и загублены все технологии, допустим, взять авиакосмическую промышленность, энергетическую промышленность. Мы, в общем-то, отстаем на всех. А то, что Евгений Григорьевич перечислил, что у нас делать там металлопрокат, еще это все довольно-таки низкие технологии. И сейчас, в общем-то, следует понимать, что мы все-таки войдем в ТО, как сырьевая держава. Не более того, вот пускай Евгений Григорьевич просчитает, допустим, чтобы купить тот же телефон, в общем-то, недорогой, да, сколько нужно будет тех же бочек нефти продать. Ну, понятно. Вот давайте про сырьевое проклятие. Я просто должен сказать, что я довольно серьезно занимался вопросами ВТО. Должен сказать, что там есть много стран, которые тоже не обладают конкурентоспособной промышленностью. Там есть эти страны, такие страны, в которых наступают кризисы из-за того, что к ним, например, приходит изобилие китайской продукции, до этого американской продукции, но, тем не менее, они не пропали. И правила ВТО дают возможность принимать решения такие, которые предупреждают серьезные проблемы в той или иной экономике. Но есть и другое правило, что это общепринятые мировые правила уличного движения. Ну, торгового движения, если хотите. Вы что, хотите выигрывать за счет того, чтобы ездить не по правилам? Ну, я не знаю, как вы с этим справитесь. Я просто могу вам сказать, что была история, когда в начале 2000-х годов, так сказать, американцы повысили пошлины импортные на сталь. По просьбе своих рабочих, которым приходилось трудно и так далее. Значит, после этого немедленно через органы ВТО были выдвинуты обвинения против американцев и их потащили в комиссию, ну, так называется комиссия, суд по этим вопросам при ВТО. И Россия тоже попала под это дело, потому что мы довольно приличные объемы стали, тоже экспортировали в Америку. Но только все остальные выиграли дело, и американцы восстановили позиции такие, они могли продолжить поставки металла в Соединенные Штаты. А мы не могли, нам пришлось договариваться так. Так, вы нам даете возможность продолжать экспорт стали и прокатов в Соединенные Штаты, а за это мы будем покупать 500 тысяч этих самых ножек Буша, 500 тысяч тонн ножек Буша. Ну вот что, это так, давайте мы так будем заниматься мировой конкуренцией. Все равно же мы должны участвовать в этом процессе, потому что от мирового рынка идут самые сильные стимулы для того, чтобы люди осваивали технологии и предлагали новые. Тогда мы попадаем в условия, которые характерны для развитых стран, и добиваемся, в конце концов, успеха. А тогда, когда мы не сможем добиться успеха, мы будем вводить импортные пошлины, разрешенные ВТО. Причем сначала введем, потом нас там будут учить правильно жить, мы отменим. Но мы все равно, так сказать, проводить в определенной мере сдерживающую протекционистскую политику имеем возможность. Хорошо, я все-таки вернусь к политическим институтам, Евгений Григорьевич. Так все-таки есть краткосрочные, как любил говорить Егор Тимурович Гайдар, перспективы у России сейчас после декабрьских демонстраций, всего, что произошло за эти полгода, и сегодняшние летние реакции, перспективы как-то хоть что-то наладить в области этих институтов? Или здесь деградация будет продолжаться? Ну, я смотрю на это дело примерно таким образом. Первое, то, в чем я что-то серьезно понимаю, это экономика. Я могу сказать, рыночная экономика работает. В ближайшее время, там, 3-4 года у нас больших сбоев не будет. Серьезные сбои будут позже. И я это показал в докладе, который я издал, вы сможете найти его в интернете, на апрельской конференции. Там я предложил свой прогноз, что если мы будем продолжать ту политику, которую мы ведем сегодня, то нас до 50-го года ожидает снижение темпов до 1,5-2% в год. И мы не сможем, так сказать, модернизировать страну, потому что это означает, что мы идем медленнее. Ну, примерно так, как все страны, которые мы должны были бы обогнать. Смена политики, если она будет в сравнительно короткие сроки, она может довольно сильно изменить ситуацию. Мы можем добраться до хороших показателей. Протестная фаза развития демократического движения кончилась. И нужно работать на другом языке. Нужно собирать оппозиционные собрания, на которые партии должны добиваться какого-то согласия по вопросам, предлагаемых преобразований, и затем просто в явочном порядке что-то делать для того, чтобы правительство, в конце концов, должно было согласиться на диалог. Как? Это мы должны посмотреть. У меня нет, как бы, таких рецептов, чтобы я мог сразу вам сказать, что вот у нас сиятельное будущее. Но, на самом деле, такую работу, которую вы готовите уже, более серьезные предложения, вокруг этого начинает собираться каким-то образом общественность. Если вы будете серьезно работать, относить по поводу создания каких-то гражданских движений в регионах и способствовать выборам в этих регионах, так, чтобы там в законодательных собраниях были достаточно серьезные люди, ну, тогда есть шансы на то, что мы, пускай не быстро, но, тем не менее, двигаться будем в нужном направлении. Спасибо. Гостям программы «Время гостей» был научный руководитель Высшей школы экономики, член экономического совета по президенте России, профессор Евгений Ясин, ввел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Продолжение следует...